Без диалектики, как подчеркивал Ленин, невозможно устоять под натиском реакции и лжи. Поэтому мы все должны стать кружком любителей гегелевской диалектики. И опираясь на изучение истории, включая историю естествознания и техники, и историю общественного развития, материалистически истолковывать диалектику Гегеля и использовать ее как могучий метод в борьбе за общественный прогресс. Михаил Васильевич Попов Здравствуйте, товарищи! Начинаем очередное занятие кружка любителей гегелевской диалектики. Это сегодняшнее занятие, последнее в учебном году, 2023-2024. То есть следующее занятие у нас будет уже в другом учебном году, 2024-2025. И состоится оно в октябре, 8 октября. Так что за это время можно прочитать науку логики и проштудировать ее. Так что у вас есть такая возможность. И это и предполагается. То есть, конечно, вхождение на кружок, обсуждение на кружке или обсуждение того, что говорится, это, так сказать, еще не все. И далеко не самое главное. Все равно необходимо самостоятельное чтение, необходимо разбирать. А вот, скажем, возникают какие-то вопросы на кружке. И есть всегда возможность, кроме того, что вы послушали, что говорит выступающий, и сами выступили, можно задать вопросы и разобраться в тех вопросах, которые вызывают трудности. Это непременная задача кружка. И поэтому, скажем, к следующему занятию, которое будет 8 октября, надо набрать вопросов, которые как раз у вас возникают при самостоятельном изучении, и мы можем их тут разбирать. И это будет очень правильно. Мы с вами находимся, можно сказать, в самой середине на сегодняшний день изучения науки и логики. На сегодняшний день, потому что мы с вами заходили уже в обучение о понятии, разбирали там вопросы, связанные с категориями сферы понятия. Там тоже есть свои сложности и так далее. Но я думаю, что каждый, кто читал учение о бытии, учение о сущности, учение о понятии, должен признать, что самым непонятным учением, самым сложным для восприятия и даже, можно сказать, самым непривычным для нас является учение о сущности. И, так сказать, даже люди, уважающие диалексику, уважающие науки и логики, стараются как-то это обходить, поговорить в отношении других категорий. А вот те категории, которые являются категориями сущности, они особо сложные, особо трудные для восприятия. Почему? Потому что есть-то категории отрицательные. Вот если просто взять и сказать, какие-то категории. Потому что сущность – это что, если коротко? Кто скажет? Отрицание. Отрицание бытия. Снятое бытие, то есть отрицание бытия. То есть, а мы все, то, что хотим там объяснить, выяснить, берем как бытие, потому что мы начинаем рассказывать, мы начинаем излагать, мы начинаем доказывать. Но первое, что нам нужно иметь в виду, что если мы рассматриваем категории сферы сущности, их надо и брать как категории сущности, то есть все категории сущности брать как отрицание бытия. Только отрицание бытия разное. Одно, второе, третье и так далее. И в этом главная трудность, потому что других таких книг на свете нет, который посвящает целую книгу, книгу вторую, учение о сущности, отрицательным категориям. Не в том смысле, что они только отрицательны, потому что, как выясняется, кроме отрицания там все равно равенство отрицания самим собой дает бытие. То есть мы можем потом обнаружить бытие, и бытие снова там появляется. Но оно там появляется как результат, а не как то, что находится в начале. Потому что все категории сущности – это категории, которые относятся к снятому бытию. То есть бытию с отрицанием. Да, это они есть, но с отрицанием. Или отрицание, в котором мы потом можем определить бытие. Потому что как определить бытие? Ну, отрицание и отрицание дает бытие. Поэтому уже такие сложные категории, которые представляют собой выход снова бытия. И мы здесь вот как раз, где мы сейчас остановились или остановимся и прервемся до октября этого года, это как раз вот то место, где вот мы уже подошли к самому, чтобы противоречие осело в основание. А основание – это уже, так сказать, некоторое отрицание. Правильно? Отрицание того, что отседает. Отрицание противоречия. Поэтому оно в этом смысле может рассматриваться как некое положительное. Но если оно берется в учение о сущности, значит у него должно быть в этой категории тоже свое основание. И как называется вот это, то, что служит основанием у основания? Основанное. Как? Основанное. Да, основанное. Значит, если есть основание, то надо взять его отрицание. Основанное. А, куда? Ну, это вы уже пошли, так сказать, наверх. А если не пойти не наверх, а вниз, а дальше углубляться, то отрицанием основания является его предпосылка. Предпосылка. Она вроде бы, так сказать, является отрицанием, имеет форму бытия, но она идет после основания, после противоречия. Когда противоречие разрешается, оно разрешается в основании. А в основании есть еще и условия, и предпосылка. Условия, вот они по отношению к этому основанию выступают как его отрицание, а предпосылка как некое утверждение, без которого нет этого самого основания. То есть получается, что мы никак не можем вытащить только одно. Если вы что-то тащите одно, какую-то одну категорию, то если вы находитесь в серии сущностей, сразу, так сказать, поднимается и вторая категория. То есть в итоге того, что вы берете, рассматриваете противоречие, у вас противоречие похоже на что? На битву двух сторон. И в этой битве двух сторон, каждая сторона включает другую сторону. А раз каждая сторона противоречия включает другую сторону, то каждая сторона есть целое противоречие. А раз каждая сторона есть целое противоречие, то есть только одно противоречие, у вас противоречие как бы оседает, но оно же не исчезает, оно оседает, и оно тогда оседает в основании, а основание имеет условия и предпосылки, потому что его тоже надо брать с отрицанием. Мы с отрицанием берем сначала условия, а потом еще предпосылку как отрицание этого условия. И вот когда мы возьмем вот в таком виде, видите, получается как много тут сразу собирается, вроде бы облегчилось дело, противоречия сошлись, они срослись, стороны противоречия соединились, и они раз и ушли в основание, потому что они не могут просто исчезнуть, они превратились в свое отрицание. Что является отрицанием противоречия? Это его основание. Основание с условиями и предпосылка это что? Существование. Существование. Вот и мы снова с вами тут уже после того, как закончилось учение о бытии, уже столько прошли учения о сущности, мы снова вернулись к бытию, но не к простому бытию. Это не такое бытие, которое есть и все. Вот все это бытие, которое мы рассматривали, оно, можно сказать, ненадежное. Стоит его взять, но само себя отрицает и переходит. Это бытие, а что? В ничту. Поэтому с бытием ничего серьезного сделать нельзя и построить ничего нельзя. Вот если у вас есть жизнь как бытие, это что значит? Ничего это особенно не значит, кроме того, что вы, может быть, вы через минуту умрете. Но вы-то не умрете, может, я через минуту умру. Нет, это я сразу, так сказать, отрицаю это утверждение, чтобы, так сказать, не создавать здесь такую атмосферу. Или, как пишет поэт, нет, весь я не умру. Значит, умру, но не весь. Так чем отличается бытие от сущности? Вот вы бы предпочли, что существование или бытие? Бытие одномоментно. Вот я есть. Что из этого следует? Через секунду может меня не быть. Вот сейчас мы наблюдаем во время, там, военных действий. Тарас прилетел, взорвалось, все, нету человеку. Нету. А только что он был? А? Можно на автобусе не доехать даже. Можно на автобусе доехать, можно, так сказать, в подъезд не зайти. Можно просто находиться на улице, и вдруг, раз, и все. А что такое существование? Существование более прочное, потому что существование предполагает 100 средств существования, и еще и условия. А вот наличие как раз средств существования, да и есть условия. И предпосылка еще есть. Раз предпосылка, то у него как бы свое отрицание есть, кроме вот тех отрицаний, которых были до того, не своих. Есть свое отрицание, этого самого фиктивного, которое представляет собой существование. Так что большая разница, я существую или я есть. Вот безработные у нас в России, они существуют. А бомжи, они тоже существуют, но недолго. В чем разница? Разница в том, что безработные получают пособие по безработице. То есть они как бы в соответствии с устройством капиталистического общества, представляют собой гири на ногах рабочего класса, чтобы он не требовал большой зарплаты. Потому что будете требовать большой зарплаты, перейдете вот в эту категорию. Нет, раз вы не умрете, но будете еще меньше получать, чем на зарплате. Зато вы свободны. Что хотите, Тоня? Гуляйте, ходите, гуляйте и думайте, что бы поесть. Или играйте и думайте, что бы поесть. Читайте и думайте, как бы поесть, что бы поесть, и что будет есть ваша семья и так далее. Потому что, когда речь идет о существовании, в отличие от бы сия, речь идет обязательно об условиях и предпосылках. Какие у вас предпосылки? Есть у вас дом? Хорошо. А если вы у меня работаете, а я капиталист, меня это интересует? Нет, не интересует. Вы уволены. Есть у вас дом, нет у вас дома. А есть у вас средства существования. Но если есть средства существования, вы существуете. А если нет средств существования, вы тоже существуете, пока не переработаются ваши средства существования, которые попали до сего в ваш желудок. И, так сказать, на этом ваше бытие закончится. То есть вот такая вещь, резервная армия, которая есть во всех капиталистических странах, и которая вовсе не говорит о том, что у них, так сказать, лишние рабочие руки. Нет, они говорят о том, что чтобы не требовали рабочие большую зарплату, надо часть, надо заведомо сделать рабочих мест заведомо меньше, чем есть работающих. Чем работников на эти места. Вот тогда будет хорошо. Тогда нормальная капиталистическая система. Поэтому в первом томе капитала в конце как раз об этой резервной армии написано. Без этой резервной армии капиталист не может осуществлять успешно свои дела, потому что он начинает, так сказать, с него могут вытряхивать легко рабочие, а вот с наличием резервной армии, ну, идите в эту резервную армию, будете вообще не работать, жить предпеваючи, но только недолго. Потому что существование вовсе никакой, так сказать, не содержит в себе информации о том, сколько вы проживете. Ну, сколько-то проживете, сразу не умрете. Точно так же, как бомж, если он нашел зимой трубу теплую, где проходит горячая вода, он там проживет эту зиму, а если не нашел, ну, того уже бомжа и нет. То есть мы вот получили очень интересную такую категорию, которую обычно не используют, потому что не видят разницы, есть или существование. Есть, это вот есть, я вышел, споткнулся, упал, меня нет, и все. А существование? А существование, если есть у меня, скажем, если вы так плохо ходите, и вы, так сказать, неизрячие, палочку купите, или смотрите, или кого-то берите с собой, чтобы вас вели, и так далее. Это уже будет некое средство существования. Ну, это я говорю о чем? О будущем, о том, что идет после вот этого раздела о противоречии. После вот следующий раздел уже будет за противоречием существования, потому что существование – это по существу, вот это самая основа, у которой есть предпосылки и условия. Вот такая основа, у которой есть предпосылки и условия – это существование. А пока до этого мы не дошли, мы рассматриваем противоречия как таковое. Но с самого начала, как только вы начинаете это противоречие изучать, вы сразу видите, что кажущееся различие и противоположности его сторон исчезают. Исчезают. Поэтому вот этот раздел противоречия, он какой-то вот вроде противоречия самое главное в науке логики. Я думаю, никто не будет со мной спорить, потому что во всех разделах, во всей этой науке логики везде рассматриваются противоречия и их разрешения. Но только они рассматриваются в неявном виде, а здесь специально вот этот раздел, который посвящен именно противоречию. То есть в явном виде здесь мы говорим о тех противоречиях, которые есть прямо перед вами, на лицо. Здесь говорится о том, как оно устроено, это противоречие, какие у него стороны. И потом выясняется, когда мы начинаем их для того, чтобы различать эти стороны, пытаться различить, потом мы никак уже их различить не можем. По мере того, как мы углубляемся в различение. Правильно? Потому что вот одна сторона противоречия, она положительная. Раз она положительная, значит она не одна, она включает в себя понимание того, что есть отрицательная. А если отрицательная вы берете, так вы его берете, значит оно положительное. А то, что у него было положительное, значит его отрицательное. Раз у вас и того, и другое, и положительное и отрицательное, так у вас два противоречия. Вроде бы. Каких же они два, они ничем не отличаются. Раз они ничем не отличаются, у них есть положительное и отрицательное, Вот и все. Значит, они что? Оседают. Они хлопываются, так сказать, друг друга. Они уничтожают и уходят вниз. Куда? На дно. Идут ко дну. Так прямо написано. Идет противоположности, различие противоположностей идет ко дну. А что значит ко дну? Ну где они вот так, над ней присутствуют, как равные самому себе. Каждая равна другой стороне. Ничем эти стороны не отличаются. Абсолютно ничего вы не найдете. То есть только вы их брали. Ну мало ли как вы их брали. Когда вы их брали, они еще были разные. А когда они соединились, уже они не разные. Они одно и то же. Хотя, надо сказать, вот и в книжках по диалектике, и в работах по диалектике еще не усвоено, что во всей науке логики равенства нет. Нет такого понятия равенства, как в математике. В математике очень просто. Или равно, или не равно. А в диалектике? Тождественное. А что такое тождественное? Что такое тождественное? Тождество различного. То есть вы обязательно притаскиваете сюда вторую категорию. Обязательно. Тождество различного. И причем притаскиваете для того, чтобы подчеркнуть, что на самом деле речь идет не об одном, а о двух. И они, между прочим, различные. А различие что такое? Что такое различие? Различие тождественное. Различие тождественное. Можно сказать, мы различные люди. Чтобы мы были различными людьми, мы должны быть тождественными людьми. И где-нибудь вот такое равенство может быть, чтобы с какой-то точностью было указано, что они почти совсем равны. Нет такого. Нет такого. Ну вот в математике там есть иррациональные числа. Например, пи. Мы там стихи такие учили, прежде чем сдавать экзаменами. Это я знаю и помню прекрасно. Пи многие знаки мне лишни напрасно. Вот по числу этих слов можно записывать. Это три. Я один. Знаю сорок. И один. Помню прекрасно. Пи многие знаки мне лишни напрасно. Вот количество этих букв вы записываете, и это вам хватит на все случаи жизни. Потому что никому большая точность пи не нужна. Ну, если надо, и посчитают, и больше. Это иррациональное число. Так оно бесконечное. А раз оно бесконечное число, вот в математике есть бесконечные числа, они чему равны? Вот бесконечность число или нет? Вот вы берете ось. Минус бесконечность, плюс бесконечность. Плюс бесконечность число? Да. Нет. Нет. Такого числа нет. Вот мы там, на том краю пишем бесконечность. Он так и называется, знак. И говорим, стремление к бесконечности. Это что такое? Что такое бесконечно большое число? Или бесконечно, так сказать, большая последовательность? А это, которое стремится к бесконечному. Больше любого наперед заданного числа. Какое вы бы ни назвали, назовите 300 миллиардов. Я скажу, 300 миллиардов один. Назовите 300 биллиардов. Я тоже единицу прибавлю. То есть нет. И точно так же в обратную сторону, в минус. Минус бесконечность. Есть такое число? Нет такого числа. Понятие есть в математике такое бесконечности. А числа такого нет. Пи есть. Пи число есть бесконечное. И известно, как считать его знаки. Потому что известно, как оно, это отношение окружности к диаметру. То есть считайте более точно. И можете с какой точностью захотеть, и с какой точностью вам и посчитают. Ну, сделали программу. И делите, и делите, и делите, и делите. И вам она... У нас вычислительная машина, она делает вам столько, что они вам не только в этой жизни, но и в жизни загробной. Таком количестве не понадобятся. Ну, нет, то есть здесь еще, так сказать, математика, она как бы не вступает в противоречие с диалекцией. Просто это как бы не особенно афишируется, что это никакое не число. Бесконечность не число. А величина? Бесконечно большая величина. А не число. Величина. А есть бесконечно малые величины. Величина бесконечно малая. Не выражается числом, а выражается чем? Вот движением к ней, последовательностью. То есть вы можете с любой точностью это получить. То есть вот на этом, надо сказать, мы и раньше не очень останавливались. И как-то это вот противоречие, это все проезжали. Но на самом деле это главное. То есть вот больше всего, чем отличается диалектика, чем она удивляет нас, и чем она кажется противоположной метафизике или формальной логике, это тем, что здесь есть противоречие. Противоречие допускается. Вот потом там будет речь о числах. О величинах. Ну вот, это бесконечное же, так сказать, тоже. Если есть два, две величины, это же, они же тазистенны, как величины. Но есть какое-нибудь такое число, которое, которым заканчивается ось. Нет. Или икс, или ось, минус отрицание. Нету таких чисел. Поэтому там это бесконечность, сюда бесконечность. Поэтому даже в математике, в формальной науке, в которой исключается противоречие, то есть есть даже доказательства от противного. Предположим, что это вот так. Если вы придете, не придете к противоречию, то доказали. А устройство противоречия очень простое. Это две величины. Одна положительная, другая отрицательная. А что такое положительное? Это число? Нет. Это сторона. А что такое сторона? Сторона противоречия. Мы же берем противоречия как понятие, одно, как целое. Вот противоречия есть, единство и борьба противоположностей. А противоположность что такое? А противоположность себя включает одну сторону или две? Две. Две. Ну так если у нас одна сторона положительная, она встречает себя положительную и отрицательную сторону. Другая сторона отрицательная, она включает себя отрицательную и положительную. И как они отличаются? А вот они и борются. А как они борются? Они вроде как повернуты друг против друга. Это положительное с отрицанием, а то отрицание с утверждением. Они как бы борются друг с другом. И что будет в результате этой борьбы? Ну, они с другой стороны и борются, и в то же время они составляют одно противоречие. Они ничем не отличаются. Чем отличается положительный и отрицательный от отрицательного? Положительный – это единство положительного и отрицательного. Отрицательный – это единство отрицательного и положительного. Ничем не отличается. Чем отличается в лопать от полбу? Чем отличается? По-разному бьют чуть-чуть. так и здесь то есть вот эта иллюзия как разведение такое которое везде есть везде есть при рассмотрении у тех кто изучает диалектику разведения когда вот тут это положительные отрицательные она на самом деле не правомерно никакого тут разведения нет просто вы на противоречие можете посмотреть как положительные с отрицанием а можете как на отрицательное с утверждением когда это применяет уже к чему-то застывшему тогда вот получается различие позитивный человек добрый это положительный у которого есть отрицание то есть аж недостатки отрицательный какой-то негодяй но у этого негодяя есть положительные такие качества которые позволяют ему втираться в доверие становиться допустим заместителями министра обороны или по кадрам то есть положительные качества есть а у них то есть но это но каждая из сторон она это по целое противоречие и нету таких таких вот нет тут таких понятий которые было бы само по себе когда это началось вот в этой книге это началось бытие так что мы схватили бытие и обрадовались что мы возьмем его и хоть тут вот мы будем спокойно у нас в руках бытие и когда мы посмотрели что мы подняли а выяснилось что это ничто мы опечалились они что вы да не печалься золотая рыбка я же бытие я же есть есть но все волнуйтесь а тогда что получается на сет бытие мы имеем только так переходящим ничто они что как переходящие в бытие значит мы имеем что становление так у нас два становления нет это две стороны одного становления становления это бытие переходящим ничто и ничто переходящие в бытие они по-разному и называются это возникновение а это прихождение приходили это переход быть явнее что возникновение это переход ничто в пути и вот приплыли мы в противоречии опять куда этому же самому когда у вас положительное, а чем отличается положительное и отрицательное? Чем? Не скажешь, что это чем-то отрицается. Потому что мы говорим положительное, но оно содержит в себе отрицательное. Мы говорим отрицательное, так оно есть? Есть. Вы же его взяли? Взяли. Ну, раз его взяли, как же он отрицательный? Ну, положительное. В нём есть отрицание чего? Положительное, как отрицание отрицательного. Потом мы уже знаем хорошо, что отрицание отрицания – это положительное. Чего тут такого нового? Поэтому попытка удержать противоречие, вот эти самые стороны растянуть и так смотреть на противоречие так, что вот это, вот это, а есть некая середина. Нет никакой середины. Есть положительное, которое содержит в себе отрицательное, и есть отрицательное, которое содержит в себе положительное. Значит, что есть? Есть одно, которое является и положительным, и отрицательным. И вот это единство, это есть то, во что оседает. Он говорит оседает. То есть, почему оседает? Ну, потому что если бы мы куда-то его прибивали или тащили, мы его не прибиваем, не тащим, оно само оседает в основании. А почему основание? Потому что дело этим не кончится, мы же знаем. Почему не кончится? Потому что то, что является основанием, мы начнем его рассматривать и обязательно обнаружим в нем что? Основание это же получается как некое бытие, правда? Форма такая, есть оно, твердое, прочное. Только мы хотели на это основание встать, оказывается, оно содержит в себе отрицание. А что является отрицанием основания? Условие? Безусловие какое? Какое основание? Основание это как вот, вот там кусочек стула есть, а нет, уже утащили. Вот, был как раз такой модель, тут у этого основания была без предпосылок. Предпосылки унесли и тогда решили унести результат. А потом, а вы, только вы хотели взять эти предпосылки, как отдельно, у вас предпосылки есть условия, есть предпосылки еще. Потому что как только вы условия взяли, тогда опять вторая сторона. Условие-то есть какие-то предпосылки? С него слетели ваши условия. Они что, нам пришлали американцы по лент-лизу? Нет. Откуда это делось? Это есть в содержании этого самого условия. И вот когда у нас есть основания с предпосылками и с условиями, что получается? Что это такое? Это некое такое сложное бытие, правильно? Сложное бытие. Не простое бытие, как было вначале. Есть и все. И не представайте, какое оно. Ничего не скажу. Вот сказал, что бытие, больше ничего никогда не скажу. Можете копаться. Ну и докопались. Оказалось ничто. Но тут другая пьеса. Мы уже знаем, что тут есть. Есть предпосылка, есть основания. Поэтому что произошло с противоречием? Оно разрешилось. И когда оно разрешилось, вот оно разрешилось уже, можно сказать, и на прошлом занятии. Но тут хочется вроде побежать дальше. Но как показывает практика изучения научной логики, прежде чем побежать дальше, лучше разобраться в том, где мы находимся и что произошло. Вот когда произошло это, то как называется та категория такое бытие с основанием и предпосылкой? И с условиями предпосылкой. Как? Существование. Существование. Небольшая разница. Существование. А как это фиксирует Гегель? Как восстановленное через сущность бытие. Восстановленное через сущность. Восстановленное молоко пили. Сейчас никто не пишет, не говорит, что оно восстановлено. Сейчас все натурально. Но это не значит, что оно обязательно натуральное. Потому что если оно из натурального молока сделано, сначала его могут превратить в порошок, а потом порошок залить водой. И потом продавать как натуральное. Как восстановленное через сущность. Через сущность это же круто. Бытие. Вы просто пили молоко. Из-под коровы. Ну что это из-под коровы? Как крестьяне. Феодальные. А сейчас вот, пожалуйста. Восстановленное через сущность бытие. И происхождение его неизвестное. Ну ладно это молоко. А мясо, которое там 40 лет держали где-нибудь в Аргентине. В холодильнике. Потом оно получило разряд такого, что его нельзя продавать как мясо. Но добавлять в колбасу можно. А если вы хотите увидеть отрицание, вот пойдете домой. Зайдите, посмотрите, какие продукты продаются, когда пишут говяжьи. Вот я специально смотрел. Говяжьи сардульки. Состав. Говядина. И что? Курятина. Нет, а если иногда бывает говядина ГОСТ. Вот ГОСТ этот вот, пережиток этого социализма, все портит. Потому что если ГОСТ, они уже туда может и кладут, но не пишут. А вот если это не ГОСТ, то можно писать что хочешь. Можно писать говяжьи, а там будет одна курятина. В то же время, мне известно как специалисты, что у нас плохо очень с производством говядины. Но у нас на экспорт она идет. А зачем на экспорт? А потому что там можно много денег за него получить, за говядину. А эти русские наши съедят и такое с курятиной. Во все же добавляется курятина. Почти. Все же завалено все курятина. А курятина, если вы знаете, чтобы не болели куры, требует добавления форм чего? Инсулина. Ой, там много чего. Того, что это очень диалектическое питание у кур. Потому что оно содержит в себе отрицание. В себе заведомо. Ну, раньше еще вот как-то крапиву собирали, сдавали, чтобы там витамины были. Да, сейчас синтетические все витамины там. Вот сейчас уже говорят, что нельзя там антибиотики использовать. А что туда вообще положено, вот в эту курятину? Это военная тайна. Никто не выдает. Состав видели когда-нибудь? Неизвестно. Вот. То есть, что у нас получается? Что противоречие, можно его представить как единство положительного и отрицательного. Когда мы так представляем, то это положительное и отрицательное как бы распадается на две единицы. А их нет у этих двух. И противоречие это оно и положительное, оно и отрицательное. Если это единство, что значит единство противоположностей? Это одно. Одно. Мы имеем одно. Оно же и положительное, оно и отрицательное. Положительное, потому что если сюда его положить, то отрицательное. Если отрицательное, то положительное, то другой Бог. Но это все тоже самое противоречие. Нет такого, что вот девять и девять такие стороны. То есть, в понятии противоречия особо поддерживается вот это понимание единства. Поэтому, когда он начинает применять эту вот науку логики, скажем, к исследованию классовой борьбы при капитализме, то надо понимать, что вот классы, нет определения класса. Нету. Вообще нету. В науке нет определения класса. А есть определение классов. Что это большие группы людей. Да? Которые отличаются по положению. Где? В производстве. В одном. Не в двух, не в трех. А в производстве. В каком? Общественном производстве. По роли в общественной организации труда. Где? В этом одном производстве. То есть, мы рассматриваем производство. И вот эти понятия класса характеризуют современное или пусть не современное производство на каком-то его историческом этапе. Вот, скажем, одно производство содержит класс буржуазии, которого нельзя мыслить без пролетариата. Правильно? Нет пролетариата, так нет и буржуазии тогда. Давайте вот всем пролетариам скажем, мы не будем работать. Ну, пролетариат умрет, конечно, а потом умрет буржуазия. Буржуазия умрет позже, потому что она много набрала раньше из пролетариата и может еще иметь запасы. Пролетариат долго не проживет. Буржуазия умрет. А если буржуазия, как мы ее не берем, какой же тогда пролетариат? Мы если ее экспроприировали и сделали общественную собственность, значит, нет никакой буржуазии, нет и пролетариата тогда. То есть, понятие пролетариата содержит в себе что? Буржуазию. А понятие буржуазии содержит в себе пролетариат. А не так, что есть вот буржуазия, которая не предполагает пролетариат, и есть пролетариат, который не предполагает буржуазию. Да это одно все. Есть одно. Это капиталистическое производство, общественное производство. Маркс, когда думал, что делать исходным пунктом в своей политэкономии, написал. Индивиды, производящие в обществе. Вот, естественно, исходный пункт. Индивиды. Не индивид, человек с палкой, как можно представиться. Ходит там с руками бананы, взбивает орехи, взбивает, съедает. Отбивает с этой же палкой животных. Нет, такого нет. Это не общественное производство. Общественное производство – это одно. И там, в этом общественном производстве, различаются его моменты. Вот классы – это моменты общественного производства. Если они появляются, потому что у нас началось все с бесклассового общества, и где-то 90 тысяч лет прожили это благополучно без деления на классы. Но вот это деление на классы, как только я сказал, сразу хочется поправиться и сказать, что не только деление, но и объединение в классы. Потому что, если только деление, кто его разделил? Они не разделены. Можно представлять себе рабовладельцев без рабов. Ну, это какая-то ерунда. Я, говорит, рабовладелец, но у меня рабов нет. Я раб, но у меня нет хозяина. Такие люди есть и сейчас. С рабской психологией. Есть они. У них и хозяина-то нет, а все равно они рабы. Все это всего боятся. Я не знаю. Ну, вот забастовку боятся сделать, коллективный договор боятся. Это как бы чего не вышло. А чего? Меньших вещей боятся. А? Гораздо более простых вещей боятся. Да. Ну, вот то, что я сейчас сказал, это некоторые предисловия к рассмотрению противоречия. Потому что, когда вот противоречия рассматриваешь, я уже это все сказал, и просто можно только зачитывать. И вот это имеет тот смысл, о котором у нас шла речь. Вот. Различия вообще содержатся обе свои стороны как моменты. Это всем понятно? Как момент. Вот я руководитель кружка. А если нету никого? Кто в кружке? Я кто? Я руководитель кружка. Ну, странно вообще. Странно, что у товарища что-то с головой. Ну, как может быть руководитель кружка без слушателей, без участников кружка? Хорошо. У нас есть кружок. Ну, хорошо. У вас есть кружок? Пожалуйста. Тоже может быть без руководителя. Но, может, толку будет не очень много. То есть, кружок не обязательно предполагает руководителя. А вот руководитель обязательно предполагает, если кружка предполагает кружок. Дальше, значит. Различия вообще содержатся обе свои стороны как моменты. Вот если я различаюсь с Иваном. Значит, если я различаюсь. Сейчас вот он у меня в глазах. А что есть в глазах? В голове. У меня от глаз идут там соответствующие нити прямо. А я у него тоже в голове. Так. В разности они равнодушно распадаются. Это как они распадаются? Распадаются, если люди берут живое противоречие. И берут это одно, это другое. Они разные. Вот мы с вами разные люди. Что я сказал? Что я сказал? Вот распадаются они. Никакого смысла особенного тут нету. Причем единство зачеркнуто. А мы разные люди. Ну, во-первых, люди. По крайней мере, из общества не вышли еще. Мы люди. Разные. А еще что? А больше ничего. Кто лучше, кто хуже, кто какой, кто что. Вот он записывает. И я, значит, сейчас говорю. Это не об этом. Мы просто разные люди. Вот он любит записывать. А я люблю много говорить. Вот и все, что можно про это сказать. Разные люди. Хотя, на самом деле, вещь идет о едином деле. О едином. И это единое выражается словом противоречия. Поэтому, когда мы начинаем перебирать, из чего состоит как бы противоречие. Как бы мы не перебирали, мы все время возвращаемся к одному. Что это противоречие. Одно. Никаких двух тут нету. Так. Равнодушно распадаются в рост. Вот и с Лазаревым мы разные. Что еще можно сказать? Вот можно тут ничего и не говорить. Вроде как-то научно и хорошо, так спокойно сказали. Так. В противоположности, как таковой, они суть стороны различия. Значит, это если берем различия и его стороны, тогда противоположность. Различия. У нас вот все тут, любую пару возьми, есть различия. Правильно? Вот, товарищ Мальцев. Мы с ним различные люди. Из этого следует уже то полезное и интересное утверждение, что мы люди. Потому что я не кошка, например. В противоположности, как таковой, они суть стороны различия. Определенные лишь одна через другую. То есть, если мы составляем одну противоположную, значит, это одна и та же противоположность, только одна через другую. Я через него, он через меня. И все. Дальше. Суть, стало быть, лишь моменты. А что такое моменты? Моменты – это исчезающие. Что значит исчезающие? Одно в другом исчезает. Оно не только исчезает, но и появляются эти моменты. То есть, момент – он вот такая диалектическая категория, которая фиксирует как раз и наличие и исчезновение. Но в исчезновении оно все время исчезает и все время присутствует. Вот для того, чтобы получать электричество, надо, чтобы быстро-быстро работал там генератор, да? Там вращение бывает. Разные способы есть получения электричества. Ну, там в том числе и такой, нехимический, скажем, способ получения электричества. Ну, или там, скажем, вот положительные и отрицательные плюса у батареи, обыкновенной батарейки, у любой батарейки. Это что? Моменты. Потому что, если нету, давайте положительные оставим. Зачем нам отрицательные? Еще не хватало. Везде это отрицательные. Давайте выкинем это отрицательные. А положительные оставим и будем пользоваться батарейкой. Она в два раза меньше будет. Вот так взять это. Положительные полисы оставить, а этот убрать. Самое интересное, что вы никогда, ну, брали, скажем, сломать магнит, если я сломаюсь. Что будет у нас? Два магнита. И там, и северный полис, и южный на каждом. А если еще раз сломать? Опять два магнита. Вот. Они одна через другую. Определены самих себе как безразличные по отношению друг к другу и взаимно исключающие. Видите, они, с одной стороны, безразличные. Север-то ему, какое дело ему до юга? Никакого дела нет. Совершенно безразличные. Тут даже человеческое слово употреблено. Ну, если вы берете север, у вас есть юг. А если юг берете, есть север. И как от этого уйти? Да никак не уйдешь. Значит, и тут, вот это, я только, например, еще одно первое предложение не смог прочитать, все комментируемое. Значит, определенные лишь одна через другую стороны различия. Суть стала быть лишь моменты. То есть, если одно через другое определяется, это моменты. Вот, скажем, если у вас в душе борются противоположные. То есть, встать сейчас и уйти. Или остаться и сидеть. Дескать, зачем я это все слушаю? Это все для берда. А может быть, здесь что-то в этом и полезное. Может быть, тогда и остаться. Вот, так сказать, это что такое? Противоположные мысли об одном. Это моменты. Хорошее очень слово – моменты. Не только во временном смысле, что, дескать, момент. А момент – это что? Точка в течение времени. Вы в этой точке находитесь и не находитесь. Даже если вы тут возьмете как момент времени, вы в это время находитесь в движении, в любом случае. Все живое. И мертвое тоже находится в движении. Мертвое разлагается, а земля, она существует от века. И она из чего-то получилась, и во что-то она потом превратится. То есть это моменты. Все в движении. Что не в движении у нас? Ничего нету. Так. Моменты. Но они вместе с тем также и определены в самих себе, как безразличные по отношению друг к другу. И думаешь, ну все, безразличные. Нет, Гегель дальше пишет. И взаимно исключающие. Ничего себе безразличные. Значит, я пришел с палкой, так сказать, и по голове стукнул Мальцева. Мальцев взял все это черное, такое тяжелое, и там у него лежит сразу. Рах! И это получается безразличные друг к другу. Ничего себе безразличные. Если взаимно исключающие. А что такое взаимно исключающие? Или я тут нахожусь, все уходите. Или вы все тут остаетесь, а я ухожу. Ну это так? Вот у нас же взаимоисключающие понятия. Руководитель кружка и члены кружка. Ну так? Вот. То есть мы уже находимся в таком месте науки логики, где мы уже начинаем привыкать к тем категориям, которые не являются формально логическими. Потому что все эти категории, они двусторонние. Они все противоречивые. В них нет вот этого одного. Или бытие, или ничто. Хотя, как только вы схватили бытие, оно сразу превратилось во что? Ничто. Нет, неправильно. В становление, товарищ Мальцев, превратилось оно. Но бытие есть, значит у него ничто есть уже. Как это значит? Сначала оно превратится должно в ничто. Мы его изучали и тогда увидели, что оно ничто. Потом мы изучали ничто. И раз мы сидели и изучали, мы осознали, что мы его изучаем. Раз мы его изучаем, значит оно есть. Но столько мужей разумных сидит и изучает это ничто, значит оно есть. Как что? По крайней мере, как то, что они изучают. Такое же не может быть, чтобы изучали и не было того, что изучали. Ничто. Вы изучали ничто? Вы все поняли про ничто, товарищ? Про ничто все понял. Все? Можете рассказать, что такое ничто? Пусть сказать, что оно есть. Все. Знает человек. И главное, диалектически ответил. Так, дальше. Как безразличные по отношению друг к другу и взаимно исключающие. Ну, если они не только безразличные, обе с палками, так сказать. Оба друг друга бьются. Оба одно другого исключают. Они, в сути, самостоятельные определения рефлекции. Что значит самостоятельные? Самостоятельные в том смысле, что они сами стоят, но без второй стороны не мыслятся. Вот и самостоятельные. Потому что, наверное, о самостоятельности бы не говорили, если бы не было того, от чего они самостоятельны. Правда? Если вы самостоятельны от родителей, значит, о родителях речь идет. Если вы самостоятельны от жены, вот жена узнает, что вы самостоятельны от жены. Это мало не покажется. Самостоятельные. И так далее. То есть, что вы? От чего вы самостоятельны? Вы самостоятельны от кружка? На выход. Я самостоятельный от слушателей? Я на выход пошел. И так далее. А вы тоже самостоятельные? Нет. Единственный человек у нас не самостоятельный. Валерий Александрович, он воплощает единство. Тут прямо написано. А они вот эти, исключающие. Они как самостоятельные определения рефлексии. Самостоятельные. То есть это самостоятельное никогда не берется абсолютно. Если я самостоятельный, только это благодаря тому, что у меня товарищи есть. А если у меня нет товарищей, то каждый, кто меня встретит, даст по голове и все. Вот и вся самостоятельность. И каждый дюжий тебе господин. То есть самостоятельность предполагает тоже какую-то связь. Какую самостоятельность? В чем самостоятельность? Вот, например, положительное, оно самостоятельное в том, что оно переходит в отрицательное. Или отрицательное все время переходит в положительное. А отрицательное почему самостоятельное? Потому что оно самостоятельно может перейти в положительное. Хочу, говорит, перейду, не хочу, не перейду, и переходит самостоятельно. Одна сторона есть положительная, а что в нем положительное? А то, что она переходит в отрицательное. Ну так, это вы и только положили его как положительное, а это же момент, раз момент, оно переходит в отрицательное. Другая же отрицательная. Но первое есть положительное в самом себе, а что в самом себе? еще глубже закопали в себя. Но от того, что вы глубже закапываете, все равно вы не можете уйти от того, что оно противостоит отрицателям. А последнее отрицательное в самом себе. Вот кажется, в самом себе, если я говорю в самом, значит я подразумеваю и намекаю на то, что есть что-то еще. Ну иначе я сумасшедший, если я говорю, что я в самом себе и никого не предполагаю, кроме себя. Это дико было бы. Я вот, представляете, есть земной шар, я на нем стою и говорю, что я в самом себе. Больше никого нету. О чем разговор? Какой я тогда? Какой я такой тогда? А человек один вообще не человек, потому что человек это только индивидуум. Есть разница между индивидуумом и индивидом. У Маркса написано, индивиды, производящие вовсе. Индивидум это тот, кто с другими вместе. А индивидуум это искусственно изолированный. Никаких индивидуумов нет. Нет, они выступают как индивиды, как индивидуумы. Но они индивиды. Потому что и существуют они и по рождению, и по воспитанию, и по кормлению, и по охране, и по обучению, и так далее, и так далее, и так далее. Безразличной самостоятельностью. Каждая в отдельности обладает. Безразличной самостоятельностью. Обладает. Это вот вам жена может объяснить любому, что вы обладаете безразличной самостоятельностью. Ваша самостоятельность ей безразлична. Вот видный человек. Женатый давно, семьянин. Он знает, что это за разговор. Тридцать три года уже. Да. Обладает благодаря тому, что оно содержит в самом себе соотношение со своим другим моментом. У вас есть соотношение с вашей женой внутри? Да. Вот у него все время есть внутри соотношение. Есть такие тут люди, которые... У жена есть, а у него соотношения нет с ней. Внутри. Есть, есть, есть. Есть. Вот есть такие, да. Есть. Понятно. Тогда она не жена. Таким образом, оно есть вся целиком. Замкнута внутри себя противоположность. То есть противоположность берется, как вот это единство. Как единство противоположностей. Каждая сторона является, раз она включает другую, долю противоположность. То есть не просто вот есть одна противоположность, есть другая противоположность. Они в единстве. То есть есть только единство противоположностей. И вот это единство противоположностей называется как противоречие то есть когда уж в раз уж мы заговорили о противоречиях его нельзя брать без другой стороны и без единства с другой стороной раз вы берете в единстве то вот это самое противоречие получается что каждая сторона содержит все другую и у каждая сторона это целое противоречие раз целое противоречие вы их строили отдельно это от левая части это правая часть потом оказалось что левая часть этого различия единства правая «Единство и различие». Развернули. И оно схлопнулось, и получилось что? Основание. Вот это Гегель показывает, что если вы правильно понимаете, то вы их можете, конечно, различать, на словах разводить, но это не значит, что вы их разводите, а их разводите для того, чтобы хоть их вот в этом единстве, чтобы их видеть. Чтобы их видеть, надо их брать, ну, так сказать, как бы в отдельности, брать так, как они и есть. Вы должны взять их так, как они и есть, а потом взять их так, как они и есть. А как они и есть, это значит взять их в единстве. А раз есть единство, есть одно. Вот это одно и есть единство противоположностей. А вот это единство противоположностей как называется? Единство борющихся противоположностей. Раз еще единство, да еще и борьба. Единство борющихся противоположностей является противоречием. Так, кто-нибудь может привести пример того, что не было бы противоречивым? Народ сразу загрустил. То есть вся надежда на то, что можно будет избавиться от этих противоречий. Каждая сторона, это все противоречие, пожалуйста, безразличной самостоятельностью. Каждая в отдельности обладает благодаря тому, что оно содержит в самом себе соотношение со своим другим моментом. Ну, ясно, если я в самом себе содержусь со своим другим моментом, я самостоятельный, а другой момент самостоятельный. Таким образом, оно есть все, вся целиком, замкнута внутри себя противоположностей. Поэтому такое представление, что вот есть облицательные, положительные, они вот так стоят. Каждый из них, это просто так, мы их нормально разводим для понимания. Или как будто они вот, как бы, если под влиянием магнитного поля, только мы их разводим, эти два, северный и южный поля, сразу стягиваются. Мы опять разводим, они все равно стягиваются. Мы их вот разрезаем, можете резать пополам магнит, опять у вас будет северный и южный. Так. То есть каждая сторона, она вся целиком. Замкнута внутри себя противоположность. Как такое целое, каждая посредственно с собой, своим другим и содержит в себе это другое. Так же это к семье можно применить, там, как муж и жена. Если муж, то значит жена есть. Если жена, значит муж есть. Как такое целое, каждая посредственно с собой, своим другим и содержит в себе свое другое. Я вот зачитываю, только для того, чтобы показать, насколько все разжевано у Гегеля, что более подробно, и более понятно, и более конкретно, по-моему, невозможно разжевать. Ну как еще доказать? Как еще доказать, что если у вас есть с кем-то отношение, то с кем у вас отношение, тот у вас есть. И тот, который есть у вас, имеет вас в себе. Если я дружу с Петровым, значит Петров дружит со мной, или я неправильно понял. А может быть, вы просто дружите с Петровым? Вот я дружу с Петровым, а он не знает. Вот если он не знает, я еще не дружу. А вот если он знает и отбивается от меня палками, то это потому что дружу. Так, как такое целое, каждая, опосредственно с собой, своим другим, и содержит в себе это другое. То есть получается, что каждая сторона содержит в себе другое, поэтому все это попытки развести на стороны, они сводятся к тому, что на самом деле нет этого, отдельных сторон, а не это все одно. Но оно дали опосредственно с собой небытием своего другого. То есть с одной стороны, опосредственно небытием своего другого. Вы же, Валерий Александрович, вы же иногда ходите без жены куда-нибудь, вот сюда, например. Ну, значит, это опосредственно небытием. Сейчас у вас дома нет. Нет, точно нет. Да, так, во-первых, оно содержит, но оно дали опосредственно с собой небытием своего другого. Если вот мы с Мальцевым друзья. Ну, я же не Мальцев. Нет. А он не Попов, правильно? Вот посмотрите на него, точно он не Попов. То есть наша дружба опосредственно с тем, что мы различные люди. На кем мы были бы неразличные люди, так о какой дружбе могла вестись речь? То есть дружить могут только разные люди, различные. Николай Васильевич, когда люди, они все разные. А? Нет одинакового человека. Как нет одинакового? Наоборот, есть одинаковые. Все люди одинаковые. Нет, имеется в виду, что... А потому что это безразличная разность. У Гегеля специальное понятие есть такое. Безразличная разность, одинаковость. Все фиолетово. Все одинаково. Давайте не будем углубляться. Ну, вы же человек, я человек, он человек, он человек. Кто против этого идет? Кто? Кто нас не признает за людей? Есть такие люди? Или вам нужна конкретизация? А человек гордо звучит без всякой детализации. Без конкретизации. А вот уберите вы этого человека, который с большой буквы. И уже все это приземленное, и уже скучно. Но оно дали опосредственно с собой небытием своего другого. Таким образом, оно есть особо сущее единство. И исключает из себя другое. Вот и все. То есть, с одной стороны, вот, каждый нас включает, так сказать, всех членов этого кружка. А с другой стороны, каждый еще и исключает. Хоть мы вместе ходим, занимаемся и так далее, но я – это я. А вы – это вы. Понятно? Вот нападают на Гегеля, я решил его защищать. Ну, как еще можно подробнее рассказывать, я не знаю. Вот я тоже считаюсь преподавателем. И стаж у меня большой. В университете преподавал. И сейчас в другом преподаю. На Высском институте экономики и управления права. Но, ну, как еще подробнее сказать? Ну, более подробно, чем Гегель говорит. Гегель пишет непонятно. Так вы не бегите так быстро. Он же только одну мысль живет. Полтора часа вот эту. Сколько уже времени прошло, мы еще не извинулись с одного абзаца. Так. Ну, а ну далее. Посредством с собой, небытием своего другого. Таким образом, оно есть особо сущее единство. И исключает из себя другое. Вот и все. Особо сущее единство. Не какое-нибудь там, черт тебе какое, единство. Особо сущее. А в чем особенность? А в том, что исключает из себя другое. Наша дружба исключает из себя вражду? Нет. Это Ваша не исключает. А наша исключает. Как же исключает? Иначе это... Ну, наша вражду-то исключает. Да. Что тут? То есть, вообще, эта книга, это же просто юмористическая книга. Можно ее, не знаю, так вот излагать, если подробно читать. Сначала я решил, что мы уже дошли до противоречия. Думаю, нет, это нельзя пропустить это такое. Не остановившись на этом деле. Тут же все так интересно написано. Так как самостоятельное определение рефлекции исключает другое, в том же самом отношении, в котором оно содержит в себе, это другое. И благодаря этому самостоятельно. То есть, я только тогда самостоятельный руководитель кружка, когда есть кружок. И я тогда всех вас включаю. А вы члены кружка есть только тогда, когда есть другие члены кружка. Если нет ни руководителей, ни других членов кружка, вот вы бы одни пришли, Иван, из чего? Был бы этот кружок или нет? Оно в своей самостоятельности исключает из себя свою собственную самостоятельность. Ну, то есть, для самостоятельности я должен всё в себя включить. Всё, что является моей противоположностью, правильно? А когда я всю противоположность в себя включил, то я исключил свою самостоятельность. То есть, о чём, собственно, идёт речь? Что все попытки избавиться от противоположности, как вот ты от него не избавляйся, от противоположности избавиться нельзя. И что интересно, что это вот так круто поставил вопрос Гегель. И больше никто в истории так вопрос резко не поставил. Не до него, хотя там было речи, что и у Гераклита что течёт, всё изменяется. Но так, чтобы так вот жёстко, чтобы он никуда не давал улизнуть от этого, что невозможно, так сказать, одно без другого. Одно исключает. Если исключает, так если я вас исключаю, а вы меня исключаете, и что это тогда? Тогда это исключающая, одна исключающая рефлексия. Вот и всё. Вот. Самостоятельное определение рефлексии есть таким образом противоречие. Вот почему мы так долго на этом остановились. Вот мы сейчас с вами по существу разбирали, что такое противоречие. Самостоятельное определение рефлексии, вот такое самостоятельное, когда одно в другом содержит всё другое, а другое содержит это, и они без другого не существует, и каждый из них есть момент этого целого, и каждое, так сказать, и равно с другого момента, и не равно, вот это всё. Самостоятельное определение рефлексии есть таким образом противоречие. А рефлексия — это что? что есть противоречие. Противоречие нельзя понимать как некое третье по отношению к сторонам, и не как что-то одно. Можно брать его как одно, включающее другое, можно как другое, включающее одно. Как взаимоисключающее, но в единстве. Как единое, но с исключением одно другого. И так крути, и всяк крути, но никак нельзя, чтобы это было по-другому. То есть, если две стороны есть, но каждая исключает другую. И только благодаря этому исключению она и содержит эту другую. Вот если я вас исключаю, значит, я вас включил в своё рассмотрение, так? Так. А если я вас не включил в своё рассмотрение, я вас не исключаю. Никуда тут... То есть, вот это вот единство противоположностей, о котором многие пишут, говорят, ну, так конкретно, я не знаю, почти не разбирают где-то, что вот это единство противоположностей, оно должно быть усвоено, что здесь ни одна сторона не представляет собой самодавляющее что-то. И целое тоже не представляет собой что-то. Одно. Это одно, но есть его моменты. Вот это и есть противоречие. Так. Различие вообще, есть уже противоречие в себе. Ибо оно есть единство таких, которые суть лишь постольку, поскольку они не суть одно. Они только потому одно, что они не суть одно. Так? Вот у него какой аргумент. Для людей, привыкших к формальной логике, это не аргументация. А тут на самом деле они только тогда суть одно, если они не суть. От того, что я скажу, что я с вами не буду разговаривать, я уже сейчас поговорил. А вы мне можете сказать, а я с вами не буду разговаривать. У нас уже состоялся диалог. Но я же сказал, что я не буду с вами разговаривать. А вы мне отвечаете. И я сказал, что я не буду. И я на этом настаиваю. А я на этом настаиваю. Так что у нас получилось? У нас получился вот этот самый диалог, от которого, так сказать, обе стороны отказываются. Они-то отказываются, но на самом деле это и есть. Различие вообще есть, уже противоречие в себе. А что такое в себе? Не раскрытое различие. Вот то, что мы сегодня делали, мы пытались вот это противоречие в себе представить, как, как у Георгии говорит, для себя бытие. Для себя. То есть, когда оно раскрывается для себя. А не то, что оно в себе там спрятано, где-то есть. Оно есть единство таких, которые суть лишь постольку, поскольку они не суть одно. И разъединение таких, которые суть лишь, как разъединенные в одном и том же отношении. Вот к кружку это абсолютно подходит, буквально. Посмотрите, различия вообще есть уже. Во-первых, есть разные члены кружка. Есть староста кружка, есть руководитель кружка. Так? И вот мы читаем. Различия вообще есть уже противоречия в себе. Ибо оно есть единство таких, которые суть лишь постольку, поскольку они не суть одно. Кто-то настаивает, что он один, тлен кружка, и других нет. Есть такие? Нету. Ну, вот все, вот пожалуйста. Единство таких, которые суть лишь постольку, поскольку они не суть одно. И разъединение таких, которые суть лишь как разъединенные, в одном и том же отношении. Если бы просто разъединённый, сказать, мы разные люди, и ушли. Это одно дело. Но вы в одном и том же отношении разные, в кружке разные, правильно? А если только просто разные люди, ну тогда вы в обществе разные. Ну люди же вы. То есть от людей-то вы не убежите никуда. Всё равно члены общества, индивиды, производящие в обществе. Вот, собственно, вот такая картина получается. Но положительное и отрицательное, суть положенное противоречие. Противоречие. Положительное и отрицательное он не берёт как два. Обратите внимание. Положительное и отрицательное, суть положенное противоречие. То есть противоречие вы различаете как положительное, как отрицательное. И одно противоречие. Так как они отрицательное единство сами, суть полагания самих себя. И в этом полагании каждое есть упразднение себя и полагание своей противоположности. То есть если это противоречие, то это полагание самого себя. И упразднение другой стороны А упразднение другой стороны Есть полагание самого себя Потому что я-то есть Я других упраздняю И это в одном единстве То есть все это одно Все это противоречие есть То есть здесь вот буквально Более подробно излагать, что такое противоречие Невозможно Тут все разобрано просто по косточкам Они составляют определяющую рефлексию Как исключающую Тех, как исключающую Я не Лазарев А вы что скажете? Ну вот и все Так это исключающая рефлексия И что из этого следует? Вот исключающая рефлексия Так если не будет различия Так нечего тогда Нельзя говорить о единстве, если нет различного Правильно? Если нет исключающей рефлексии То нет и единства О единстве можно говорить только тогда, когда есть Исключающая рефлексия Так как исключение есть Единое развлечение Исключение есть Единое развлечение И каждый из развлеченных Как исключающая Исключающая само и все исключение То каждый исключает себя В себе самому Вы думали, что вы меня исключаете Вы себя исключаете Исключающим самым Вот как А что остается? Остается кружок Ну вот Я даже не знаю Как более конкретно Как более подробно Более доходчиво излагать Гегель излагает Непонятно Для этого надо читать То, что написано А написано все Ну написано все Очень все понятным языком Они составляют Определяющую рефлексию Как исключающую Исключающую Чтобы не пропустили Курсивщиком выделено Так как исключение Есть единое развлечение И каждый из развлеченных Как исключающий Само есть все исключение То каждый исключает себя В себе самому Вот так Вы думали, что вы меня исключаете Доварищ Лазарев Вы себя исключаете Так Они составляют Определяющую рефлексию Как исключающую Так как исключение Есть единое развлечение И каждый из развлеченных Как исключающие само, и все исключение, то каждый исключает себя в себе самом. То есть ответственность с меня снята, как с руководителя. Каждый исключает себя в себе самом. Вот и есть. Пожалуйста. 8 октября будет следующее занятие. А тут у нас есть подпольный кружок в главе с товарищем Назаровым, который начал функционировать, который наш кружок исключает. А мы исключаем его кружок. Почему мы исключаем? Потому что мы это не тот кружок. Тот кружок и этот кружок. Но, как вы заметили, у нас в течение всего года было упор на материалистическое понимание. И вот мы, сколько мы с вами занимаемся, ничего идеалистического мы не нашли. Нет его. Не надо ничего особенного делать. Даже, как Ленин говорил, я считаю, стараюсь читать его материалистически. А его никак еще иначе нельзя и прочитать. Тут с чего начинается? Начинается с бытия. Вот если бы начиналось бы с идеи, ну, я понимаю, а это идея. Как бы с идеей трудно начинать, это слишком сложное вообще слово. Пришлось начинать с чего? С простого, какого? С бытия. Ну, с ничто. У нас один вот приезжал товарищ на кафедру технологной философии выступал из другого города. Он считает, что первой категории должно быть ничто. Но он может так считать, потому что он-то не построил никакой диалексики. Поэтому он из этого ничто. Что дальше? То ничто, которое есть, это и есть бытие. Какие есть вопросы? Нет вопросов. Тогда, значит, вот я думаю, что задание на лето какое? Ну, по крайней мере, до этого места дочитать, взять, прочитать, до этого места. Попытаться, так сказать, еще раз. Поскольку вообще изучение науки логики лучше всего ведет методом бульдогера. Видели, как-то вот он грибет грунт. Выше, 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 выше. Игорь же все уже не может. Что он делает? Назад. Назад. Потом опять пошел, 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 пошел. Вернет. Вернуться. Снова. Пройти. Увидеть то, что вы пропустили. Отметить то, что вы не заметили. Потому что все равно, как бы вот вы не думали, все сразу не охватишь. Потому что на самом деле вот в этой категории вот противоречия содержится что? А вот все вот это. Вот все вот это содержится в этой категории. Правильно? Мы же, когда шли, здесь шли от простого к сложному. Поэтому вот это все содержится в понятии противоречия. Если обратно откручивать, вот там положительное, отрицательное, бытие, ничто, определение, определенность, изменение, движение. Все тут, да, все, да. бесконечность, само бытие тут содержится. Прежде чем мы заговорили о противоречии, чтобы не говорить, что мы июлистически изучаем противоречие, сначала мы закончили бытие. А бытие это сознание или бытие? То, что есть. Вроде бытие. Это есть бытие. То есть, с чего начинается на углу? С бытия. И дальше это бытие занимает больше по месту, чем сущность. А в сущности вот мы перешли к сущности. И мы ушли от бытия или нет? Мы вошли в него. Потому что в сущности это сущность бытия. А потом нам надо вылезать наверх снова. Мы начали вылезать вот сейчас только что, когда мы сказали, что вот это положительное, отрицательное есть одно, и противоречие уже это не понимается так вот. Ну, я вот забегал немножко вперед, уже стал говорить, что мы дальше будем вот это вы увидите, перечитывая это до следующей категории, до существования. Вы увидите, что речь идет о противоречии. Это самое противоречие превращается в предполагает предпосылковые условия, и вот такое вот бытие, которое сущность, взятая вот в таком виде, как с предпосылковыми условиями, есть что? Существование. Существование. И мы должны различать бытие и существование. Бытие это категория первого тома, начальное, а существование, оно все оплетено другими категориями, правильно? Вот всем этим движением оно все в себе это содержит. Поэтому существование очень сложная категория, очень богатая, и как сложную и богатую надо понимать. А что значит сложная? Сложная из простых, то есть не надо себя запугивать. Если вы эти простые проходили и запоминаете потихонечку, запоминать тоже специально не надо. Будете второй раз, третий, шестнадцатый читать и запомните. Другого способа нет. Читаешь и каждый раз находишь то, что было раньше непонятно, а теперь понятно. Изучать. То есть не просто прочитать, не просто переложить себе в голову, чтобы мог я повторить, повторить, что написано. Нет. Чтобы понимание было. Поэтому другого способа нет. Поэтому надо перестать ругаться, что он идеалист, потому что никакого идеализма мы с вами тут не заметили, а заметили только в учении о понятии, и то небольшая перестановка, и все становится вполне материалистичным. Так? Так. Поэтому надо не тратить на это жар души, как некоторые, дескать, вот идеалист Гегель, идеалист, да он может сто раз быть идеалистом других работах, например, вот камня на камне от гегельской философии права Маркс не оставил и ничего не мог так сделать там Гегель, потому что не было обучения о классах разработанного, ничего он не мог там делать. Поэтому там или лекции по философии истории неубедительные там какие-то войны, какие-то события и так далее. А тут наоборот. Тут все вполне идет четко и хорошо. То есть это гениальное произведение был Аристотель и есть Гегель, а все остальное таких других нет. А что самый экономный человек должен делать? Учиться у самых умных, у самых богатых в этом отношении людей. если он хочет вырасти. Ну если я хочу вырасти, у кого должно? У тех, кто прыгает как чемпион в высоту или у тех, кто прыгает через веревочку. Понятное дело. Поэтому говорят, мне нехода изучать науку логики, а мы должны с вами как члены кружка говорить, а нам нехода изучать всю пустую болтовню, в которой заполнены всякие разные руководства и книжки, в которых на самом деле диалектики нет. Поэтому пожелаю вам хорошо отдохнуть, а на отдыхе очень хорошо читать как раз науку логики. Я думаю, в октябре может быть каждый поделится впечатление от своего изучения, как оно идет и что получается. Может, мы с этого начнем и продолжим тут же, потому что я думаю, что вот это самое сложное учение, оно сложнее даже, чем учение понятий. Вот, в смысле, восприятие. Это нам непривычно. Почему? Тут все перевернуто. Это же не бытие. Спасибо вам, товарищи. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ